всем привет с вами руслан давненько у нас не было xiaomi на канале это как раз тот случай наш экземпляр модель у вас redmi 8 вот таком прелестном состоянии прям отличном состоянии дисплей находится у нас телефон включается но дисплей у нас уже биты смотрится у нас уже в любом случае под замену не будем терять время срезать стекло смысла нету рассматривается дохлая для начала вытаскиваем сим лоток вот он лежит далее много комментариев что я не показываю как снимать крышку как снимать там морду давайте сегодня покажу все берем ноготь вот такой вот нечищенный не стриженый слова и вот сюда сим лоток и вот так вот от щелки здесь нет болтов ни одного который нам могут помешать аккуратно отщелкнули откидываем крышку в ту сторону у нас тут шлейф болтов у нас уже нет я их до этого выкрутил чтобы не тянет время болты все у нас одинаковые что внизу что вверху все болты одинаковые все одинаково плохо магнитятся ну не перепутаете давайте начнем с нижней части я сниму нижнюю накладку потому что шлейф у нас уходит вот сюда вниз вот так она выглядит здесь динамик у нас и все даже антенны здесь нету просто динамик и снимем верхнюю накладку так и поднимаем ногтем и отщелкиваем защелки аккуратно не сбиваем элементы на плате и вот так вот отводим ее в сторону расстегиваем шлейф пальца подпечатка пальца выбираем крышку в сторону она нам больше не нужно отщелкиваем отсюда аккумулятор отщелкиваем межплатный шлейф и шлейф дисплейного модуля выбираем в сторону при поднимаем плату она у нас здесь ничем держится кроме вот этого куска скотча вот этого отклеиваем поднимаем и коаксиальный кабель тоже отсюда аккуратно отсоединяем все плату нам тоже не нужно сильно камеры не лапаем теперь это нам мешает убираем межплатный шлейф полностью шлейф дисплея нам не мешает аккумулятор остается в корпусе теперь кидаем на сепаратор и нагреваем телефон телефончик у вас нагревается минут пять можно попить кофе так дисплейный модуль нас прогрелся на сепараторе ссылочка на сепаратор будет в описании обзор распаковка вот вверху можете посмотреть ссылочку в описании берем остаток от канцелярского ножа такой у меня он поломанный и между стеклом и рамкой заводим его герметику силами достаточно прочный поэтому здесь нужны небольшие усилия все завели дальше берем это у меня остаток от защитного стекла можете любую другую пластиковую тонкую карточку брать в описании есть ссылка на пластиковые карточки специальные для разбора телефонов и вот так вот срезаем нам там ничего не нужно под стеклом даже если провел шлейф дисплея он нам тоже ни к чему сильное разбитие главное пальцами порезать стекло каленое очень сильно врезается в пальцы убираем осколочки мешались почти готова карточка пока не нужно убираем в сторону есть снимаем дисплейный модуль аккуратно стекла и убираем остатки сток так остатки стекол я убрал остатки герметика тоже почистил должен сказать про неудобное расположение датчика приближения отдаления освещения здесь все в одном датчике ну точнее в 2 ну на одном шлейфе шлейф находится под дисплеем конечно трудно будет его повредить но все-таки возможно и вот так это выглядит здесь у вас все чистенько для ремонта был приобретен дисплейный модуль вот такой ссылочка на него будет в описании под этим видео можете пройти посмотреть купить заказать единственное что на этом модуле мне не нравится у нас отсутствует вот здесь скотч это у нас на секундочку подсветка а рамка у нас алюминиевая или силу миновая короче металлическая и может замкнуть поэтому снимаем старый скотч чтобы не вырезать новый мне за ним не охота лезть он у меня наверху на шкафу стоит и клеем новые дисплейный модуль тем самым изолируем эти контакты чтобы они не коротили на корпус также старого модуля нам понадобится сеточка динамика вот тут она находится вверху мы ее аккуратненько пытаемся снять она приклеена на тот же герметик который у нас держит рамку она нам нужна так вот аккуратненько сняли есть у нас сеточка динамика оставляем дисплейный модуль нам старый уже не нужен теперь примеряем сеточку динамика в новый новый в корпус чтобы убедиться что можем мы вклеить дисплей сначала поставив сеточку динамика да сначала воткнем сетку динамика потом вклеим дисплей чтобы она у нас до не упала так пинцетик не надо убираем дисплейный модуль обязательно перед вклейкой проверяем я уже его проверял он рабочий полностью поэтому сейчас не будем на это восстанавливаться обезжириваем рамочку из-за пропиловым спиртом на него ссылку я вам не оставлю в китае его нету из китая его не пришлют точнее он есть китай но прислать его не пришлют обезжириваем рамочку есть у нас клеится только на рамку на сам корпус на средней части у нас ничего не клеится также можно пройтись ватной палочкой убрать остатки крошки стекла хотя я их вымел щеточкой их там не должно быть теперь ждем высыхание спирта спирт подсох берем клей т7000 я беру очень хороший клей ссылочка также на него в описании так уже мне мало его осталось у меня новый тюбик есть расход очень маленький хватает его надолго и и тоненьким-тоненьким слоем по тоненькой-тоненькой рамки мы наводим клей наносим рамочка у нас маленькая имеет какие-то неровности с завода изначально поэтому носик клея маленько застревает и такие капли получаются но мы сейчас размажем чтобы они в подсветку нам не затекли клей нанесли ждать высыхание клея нам не нужно но и торопиться он тоже не стоит берем ватную палочку ту же самую маленько вот этот вот подтек отсюда можно убрать чтобы подсветку нам не запороть не забываем про сеточку динамика обязательно тут у нас маленький осколочек стекла присутствует на ней сейчас мы его отсюда исключим слышите да по пинцету как он звенит исключили и теперь ставим сеточка динамика у нас села на место берем дисплейный модуль вставляем единственный наш шлейф шлейф у нас один тач у нас уже на матрице на самой вставляем шлейф центруем по нижнему краю рамки маленько у нас рамочка неровная выгнутая но это после удара в принципе это нормальное явление для сиоми хоноров у них стандартно выгибает рамку все дисплей положили берем наш нашу системную плату ложим ее место она у нас не была приключена вообще ничем тянем коаксиальный кабель укладываем в канавку подключаем сначала дисплей теперь обратно возвращаем межплатный шлейф и аккумулятор поддавливаем плату там у нас контакты с той стороны и включаем телефон не могу нащупать есть вибрация есть у нас картинка стенная плата вас пытается убежать проверяем чисто засветы чтобы ничего нигде не попало модуль у нас сел отлично в рамку несмотря на ее кривизну остатки клея потом я пойти ру стартует есть картинка сейчас прогрузится тач телефон еще не запустился просто очень долгий старт у него есть все запустился так у нас стоит пароль но мы насос нажмем и проверим тач отзывается корректно домой работает разблокировочка работает все работает теперь собираем обратно порядке и стягиваем резиночками и так телефон полностью собран крышка скана все подключено стянут на резиночке полностью функции клирует и будет сохнуть после сушки он отправится владельцу сокный данном случае будет он немного дольше обычного так как рамка у нас маленькой коромыслом думаю часа три-четыре он высохнет вам спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайк на видео ссылочки все в описании под этим видео с вами был руслан до новых встреч пока пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok